Праздник родной страны, День России, отметили леневцы 12 июня. Концертно-развлекательная программа была рассчитана на самую широкую аудиторию и длилась весь день. Праздник родной страны, День России, отметили леневцы 12 июня. О широте и просторах российской территории, величественности и могуществе государства в этот день говорилось немало. Почетного права поднять главный символ страны, российский флаг, под звуки гимна, были удостоены почетные жители рабочего поселка Ленева, заслуженный работник культуры Российской Федерации Михаил Михайлович Бондаренко и выпускница кадетского класса, старший сержант Ангелина Горбунова. Открыл торжественную часть поздравительным обращением к землякам глава администрации Дмитрий Анатольевич Грушевой. Пусть в душе каждого гражданина Российской Федерации будет место для любви к своей Родине. Пусть сила духа предков принесет развитие и благополучие, даст силы для великих достижений и веру в прекрасное будущее. Пусть целостность российской земли принесет достаток и уют, умиротворение и гармонию в каждый дом. Счастья вам и процветания. С праздником! С Днем России! Любовь к Родине для всех нас начинается с родного края, где мы выросли. Его природной красоты и особой душевности. В совсем юном возрасте об этих чувствах без пафоса искренне поют дети. Несмотря на то, что праздник носил разное название, Россия начала свою историю не с момента распада СССР. Она в разные эпохи была крепкой державой. О духовном наследии, полученном от предков в своем поздравлении, говорил настоятель Леневского храма, отец Сергий Гащенко. Празднование Дня России сочетает в себе как раз таки момент объединяющий. Мы празднуем День России не той России, про которую Ельцин говорил, вот только сейчас Россия появилась в 90-е годы. Нет, не России коммунистической, которая после свержения царя наименовалась Советским Союзом. Мы празднуем Россию той, которая уже много столетий, которая была крещена в Киевской купели более тысячи лет назад. Князьями утверждена, объединена, множество народов были включены в состав нашей державы. Вот День этой России мы сегодня с вами празднуем, вспоминаем. Хочу пожелать всем вам, вам, нам, всем россиянам, всем русским людям. Русский человек это не только тот, который, как говорят чистокровные славянины. Русский это настоящий патриот нашей страны. Это и житель Дагестана, Торстана, Московской области и Сибири. Хочу пожелать всем нам быть настоящими патриотами, любить свою Родину не два раза в год, не на 9 мая и не только на 9 мая и сегодняшний день. Но каждый день, как этому учит Церковь Христова и в храмах Церкви Православной, каждый день возносятся молитвы за державу, за народ ее, за воинство и Отечество наше. Поэтому желаю всем нам быть такими же патриотами, не только на словах, но каждый день своей любовью к Родине подтверждать делами и воспитанием молодежи. Всех вас с праздником, Бог в помощь! Трудолюбие, хлебосольное гостеприимство и радушие ко всем, кто приходит к нам с добром, отличает жителей нашей страны. Мы гордимся своей историей, сохраняем традиции и бережно передаем их будущим поколениям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я поздравляю вас с праздником, единения и гордости за нашу Родину, ее культуру, ее историю и самое главное наших людей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В наши достижениях, храним память своих предков и гордимся этим. Да, каждое поколение испытывало свои трудности, но мы, так как патриоты своей Родины, делаем все возможное, чтобы наша Родина процветала и приумножала все, что накоплено нашими предками. Мы в своих делах, достижениях, все сейчас сплотились единой страной многонациональной и делаем все возможное, чтобы наши ребята, которые сейчас стоят у рубежа нашей границы, знали, что мы едины и мы ждем эту победу и победа будет за нами. Я горжусь, что я живу в России. Испытания не раз выпадали нашему народу. Вот и на долю нашего поколения пришлись военные тяготы. И вновь люди объединились, чтобы победить. Родина мать зовет, небо уйдит ее, за тебя встану, Россия-мама. Слова «Своих не бросаем» стали девизом не только бойцов, но и тружеников тыла, активно поддерживающих участников специальной военной операции. Всех их глава поблагодарил за помощь и неравнодушие. Наиболее активным и деятельным людям, организаторам сбора гуманитарной помощи, были в торжественной обстановке вручены благодарности главы администрации. Своей администрацией, всеми людьми, которым не безразлично, а я уверен, что таких очень много, мы продолжаем нашу работу ежедневно. Буквально в пятницу я отвез очередной груз нашим ребятам, которые, надеюсь, уже на следующей неделе его получат. Поэтому спасибо всем большое, что вы не безучастны к этому всему, потому что только вместе мы должны быть, и тогда мы победим эту нечисть. Благодарность объявляется Асинцевой Наталье Викторовне, индивидуальному предпринимателю, за помощь в формировании гуманитарных грузов для российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. От лица тех, кто получил заслуженную благодарность, с ответным словом к землякам обратилась организатор инициативной группы Евгения Газизова. Поблагодарить вас, именно вас, жители Ленёва, потому что именно вы помогаете нам творить те добрые дела, которые мы сейчас делаем. Именно вы приносите нам крупинку своего тепла, которую мы потом передаем нашим ребятам, которые находятся на передовой. Вчера мы вернулись из госпиталя, из Юрги, куда увозили очередную гуманитарную помощь ребятам, которые сейчас находятся там на лечении. И поэтому я хотела бы передать вам благодарность и от них тоже. Завтра уходят именные наши посылочки именно нашим бойцам. Ленёвцам, Евсенцам, Листвянским ребятам, которые там находятся. И наша задача в том, чтобы частичку своей души передать им, чтобы им там было хотя бы чуточку легче от того, что мы здесь помним, заботимся и делаем то, что мы можем для них. Поэтому спасибо вам огромное, спасибо вам за тот вклад, который вы делаете. Все творческие коллективы, участники праздничного митинг-концерта сообща, сумели создать настроение, вдохновить зрителей и порадовать своими выступлениями, от которых так тепло становилось на душе. Я живу, я пою, вместе с Родиной моей, мы по жизни будем вместе, словно стая и детей. Ты родная для меня, моя русская земля, и всем сердцем я люблю тебя. Параллельно с концертной программой в парке проходила выставка декоративно-прикладного творчества в рамках первого открытого фестиваля народного творчества «Земляки». Местные мастерицы предоставили на обозрение публике вязанные изящные и теплые предметы гардероба, игрушки и интерьерные украшения, вышивки и лоскутное шитье. Наши рукодельницы не перестают удивлять новинками ручной работы. С семнадцатого года я занимаюсь лоскутным шитьем. Ну как, мне это нравится, я это делаю с удовольствием, с любовью, с душой. И, пользуясь случаем, хочу пригласить женщин нашего поселка в наш лоскутик, в придомник культуры, посещать наш кружок. Мы набираем людей с удовольствием. У нас хороший коллектив уже такой устоявшийся. Мы очень между собой ездим на выставки. Были в Маслянина нынче недавно. Ну, здесь вот в Доме культуры мы выставлялись при открытии, вот, по-моему, месяц назад где-то. Теперь в июле собираемся в Улыбино еще ехать с выставкой. Вот сейчас я одеяло шью, сумочки шью, рюкзачки шью, потом футляры для телефонов, для очков. Ну и вот эта салфетка, которая, вот эта самая хохлома, вот это последняя моя работа, так сказать. Я уже на другой уровень вышла, естественно. А начинала я, ну вот с этого, вот, можно сказать, вот это мой первый мастер-класс, который я посетила в Новосибирске. И вот преподавательница, я шесть часов шила вот этот лакомник, называется, это настоящий вот руссконародный лакомник в стиле, в таком вот, это вот изба называется стиль. Я с этого начала. Потом я начала сумочки маленькие, начала шить, вот. Потом уже к одеялам перешла. Вот спасибо Светлане Александровне, нашей руководительнице. Сама Светлана Александровна также предоставила на выставку свои изделия. Особенно впечатлила ее картина, подчеркивающая тему праздника. Фотографии малой родины на ткани, обрамленной в рамку из мозаики. Это моя работа. Ну, захотелось, был конкурс в Новосибирске посвящен пословицам и поговоркам, и выражениям. И вот у меня такая пришла, нашла такое выражение, что всякому мила своя сторона. Ну и, соответственно, фотографии, где я живу, и выразила, ну, нашла такие сюжеты, сделала фотографии, сделала в лоскутной технике, вот это все оформила. Эта работа была на конкурсе в Новосибирске и заняла призовое место. Необыкновенной мягкостью обладают коврики ручной работы, выполненные в технике, которую мастерицы освоили в совершенстве и готовы научить желающих. Эта техника называется синель. Очень просто шьется, готовится основа коврика, на нее накладывается два слоя фланели, ткань такая, и слой джинсы. Прошивается по диагонали, потом разрезается, все три слоя разрезаются, и потом трепется жесткой щеткой, стирать нужно машинки несколько раз. Обставыши тоже вот джинсы, да? Да, но это вот складки закладываются, прокладывается строчка, а здесь наоборот. Вот такой прием. Этот коврик называется космос. Планеты, млечный путь. Фантазии, полет и рук творения другой мастерицы выражены вышивками, причем рожденная весной себя навеличает женщина осень. И на полотнах ее чаще всего краски бабьего лета, золотые багряные листья, фрукты и цветы непременно в корзинах. Для меня вот корзина наполнена цветами, фруктами, листьями – это богатство. Это богатство моей души, моего творчества, моего дома. Вышивкой занимаюсь давно, со времен юности, студенчества. Вышивала гладью, костюмы детские в 80-х годах для дочери делала. А сейчас больше, конечно, картины. Почему? Ну, потому что, наверное, фантазии, полет и рук творения у меня в душе. Я люблю творчество. Меня это вдохновляет на многие дела, на работу даже или на какие-то еще мероприятия. И, конечно, для меня сейчас важно. У меня три внука, одна внучка и два внука. Вот композиция для внучки уже готова. Анна в кубе, потому что она у нас с буквы А во всех инициалах начинается полностью. Это, значит, картина сладкоежки и что означает имя Анны. Для второго внука готовится, заканчивается композиция. Ну, а для третьего, подумаю, какую. В ходе праздника очень торжественно в сопровождении бурных аплодисментов наградили дипломами лауреатов всех участников выставки декоративно-прикладного творчества в рамках первого фестиваля народного творчества «Земляки». А выступления творческих коллективов стали для них праздничным подарком. Праздничная программа дня предполагала еще одну номинацию фестиваля «Земляки» – инструментальную. Но, несмотря на обилие талантов на нашей земле, желающих выступить на сцене не нашлось. Надеемся, что в будущем году смельчаки-музыканты найдутся. Зато зрители увидели и услышали выступления на сцене выпускников Леневской детской школы искусств в совершенстве владеющих инструментом, а также гостей из Новосибирска – исполнителей клуба самодеятельной песни «Лад». Запоминающийся ярким получился праздник. Живи, моя страна, в моем сердце ты одна. Живи, моя страна, славься во все времена. Великая моя Россия, и Бог хранит тебя, Россия. Во все времена Россия славилась богатырями. Недюжинную силу, мастерство и красивую, правильную технику выполнения упражнений олимпийского вида спорта продемонстрировали на празднике юноши и девушки отделения тяжелой атлетики детско-юношеской спортивной школы, занимающиеся под руководством тренеров Мизурова Владимира Владимировича и Гарина Сергея Юрьевича. Мы сегодня на День России решили сделать показательное выступление у нас здесь в парке. Ребята тренируются, занимаются тяжелой атлетикой, тренируются в третьей школе. Возможно, кто-то заинтересуется и займется нашим видом спорта. А вообще мы поддерживаем Россию, поддерживаем нашу родину, нашу малую родину. Нужно на собственном примере показывать, заинтересовывать других ребят, чтобы они... Ну, нужно жить жизнью не только спортивной, но и общественной. Сергей Юрьевич намеренно привлек к показательным выступлениям девушек, чтобы показать, что этот вид спорта по силам каждому целеустремленному человеку. А наблюдая за атлетически сложенными юношами, которым покоряются тяжелые веса на штанге, немало ребят наверняка тоже захочет приступить к занятиям тяжелой атлетикой. Кавтоенко Мария, чемпионка области по тяжелой атлетике. Левее от вас разминается кандидат мастера спорта Кильдиши Бруслан. Чемпион и призер Сибирского фиберального округа. Обратите внимание, Лена, на степень Пуровка очень здорово поднимает. Свети в реку, мы русские. После разминки с легким для атлетов весом ребята продемонстрировали выполнение соревновательных упражнений близкого к рекордным. Лена пошла на хороший вес с почти личной рекордом. Держать, Лена? Отлично! Полу-приз от легко справляется Егор. Здесь шланга уже весом больше ста килограмм. Легко, легко берет. А кажется со стороны, что такие легкие, да? Легко поднимает штангу. Руслан легко справляется. На два раза работаешь. Еще раз. Давай до пяти. Как с игрушкой. И еще раз. Отлично! Молодец! Вы готовы это увидеть? Маша пошла за штангой весом 60 килограмм. 14 лет, девочки. Отлично! Отлично! Легко справляется. Молодец! Так, тут Егор повешил 120 килограмм. Давай Егор. Отличное взятие. И мощно. И мощно. Профиксировал. Молодец! Аккуратненько опускаем. Еще на раз хочется. И еще на разок и хорошенько. Отлично! Максим. Внимание. Тяжелая штанга. Груди мощнее, Макс. Держи, держи! Отлично! Рекорд удался, Максим. В ходе выступлений спортсменов зрители узнали, чем отличаются упражнения рывок и толчок, что на соревнованиях на каждое из них дается по три попытки и в зачет идет лучший результат. А еще в качестве шоу в программу показательных выступлений включили зрелищный синхронный подъем штанги. Синхронные пакеты. Будут делать все одновременно. Постараются. Раз, два, три. Отлично! Отлично! Молодцы, девчонки! Сделать становую тягу. Внимание! На штанге 190 кг. Легко справляется. Вот это, девчонки, у нас Линьева, да? Вес на штанге вырос еще. Просто нету места. Посмотрите, нету места на штанге. Парная становая тяга. Отлично! Отлично! Для них это семечка! Отлично. Взятие. Раз, два, три. Держим. Отлично! Штанга! Аплодисменты ребятам! Публика была в полном восторге, а малыши с удовольствием воспользовались предложением испытать на себе вес грифа от штанги. И они сами, и их родители заинтересовались видом спорта, благодаря которому человек становится сильным физически и морально, с крепким здоровьем. Вот девочка к нам придет заниматься походу. Молодец, молодец. Ножками, ножками подсядь и вверх, отпускай. Молодец, вот сейчас правильно. Молодец, дай. Почти, почти. Спинку, спинку, держи, держи. Ну, добоится поднял, это уже что? Молодец. 20 килограмм. Если кто заинтересовался занятиями тяжелой атлетикой, Мы находимся в третьей школе нашей, в Лениневске. С главного входа у нас отдельный вход слева.